Именно на эти крики жаловались жители Аметьевска в народный контроль. Спасите, осел не дает спать ни зоопарку, ни жителям ближайших домов. Они как начнут с утра, в два часа кричат, так? И заканчивают. Ну, четыре, может, закончат. Честно говоря, иногда несколько так неожиданно бывает. И довольно-таки громко. Но это только начало этой душесчипательной истории. Ведь оказалось, что осел кричал не сам по себе. Крик души зазвучал в зоопарке после того, как четвероноговые разлучились с его другом. Пони, плач на взрытый, отказ от сна. Так, видимо, переживает расставание ослы. Просто расселили. Хотели, чтобы получше было, чтобы пони вместе были. Если осел боролся за свое счастье, то вот пони, похоже, сдался. Налицо явная депрессия. Не сладко и ослу. Ведь после жалобы в народный контроль его и вовсе депортировали из зоопарка. Пока мы готовили сюжет к эфиру, осел успел попутешествовать чуть ли не по всей республике. Сейчас объясню. Сначала его отправили в конно-спортивную школу. Оттуда, по одной из версий, он поехал в Тюличинский район. Но в административном центре эту информацию не подтвердили. По последним данным, осел сейчас в Альметьевске. Так где же ослик? Директор конно-спортивной школы, куда изначально отправили животное, говорит, что у него своих ослов хватает и ишака перевели в Тюличи. Но все следы ведут обратно в Альметьевск. Вот этого ослика нам удалось заснять в конно-спортивной школе. Глядя в эти глаза, хочется верить, что это именно он, наш верный герой-романтик. И он еще обретет свое счастье. Ведь таких историй немало. Так, три года назад вся страна следила за дружбой Тигра Амура и Козла Тимура. У татарстанских друзей история оказалась более запутанной. Но может, и она будет со счастливым концом. Редактор субтитров А.Семкин